Склонение к дальности Склонение к дальности Стэнли Грин и Борис Регистир на фестивале мода и стиль фотографии Газета «Коммерсант» номер 22 от 7 февраля 2019 года Строение 11 в Мультимедиа-арт-музее «МАМ» Проходит первые выставки Московской международной биеннале мода и стиль фотографии Тема нынешнего фестиваля – далекая, близкая, и ей внятно соответствует ранее Периода расцвета американской панк-культуры Кадры титулованного репортера Стэнли Грина Как и недавняя серия Бориса Регистир «Разотмение времени», снятая в Калининградской области Рассказывает Игорь Гребельников Как ни противоположны антонимы далекая, близкая Благодаря зуму фотокамеры их различия в определенном смысле нивелированы На способности фотоснимков приближать зрителя к любому Самому отдаленному во времени и пространстве, предмету или явлению Держится драматургия фестивалей мода и стиль фотографии Как и московских фотобейнале, чередующихся с ними по годам Вот и на этот раз в его программе Основные выставки откроются 12 февраля в Манеже Классики и современники, знаменитые и молодые Чьи работы так или иначе вписываются в формат моды и стиля С модой в фотографии все более или менее понятно Эти снимки, как и самих предмет, призваны обольщать и искушать зрителя И задачи фотографов тут не меняются Яркий пример из программы нынешнего фестиваля Выставка «Календарь Пали» 2019 Откроется 14 февраля в МАМ Для которого снимал патриарх Кляньца Британец Альберт Уотсон Набивший руку на фотографирование моделью еще в 70-е годы И поди догадайся по этим знойным кадрам с топ-красотками Джиджи Хадид Джулией Гарнер или Летицей Кастой Что их автору 77 лет Даже присутствие рядом с последней скандально знаменитого балетного танцовщика Сергея Полунина Лежащего овнаженным или танцующего танго Не то чтобы осовременивать стилистику этих снимков Фотограф верен себе и духу коммерции Другое дело – стиль фотографии Современному искусству это понятие совершенно чуждо Художник волен обращаться к каким угодно средствам выражения Главное – его идеи и их актуальность Но фотографов все еще можно Хотя новое поколение Все меньше и меньше Отличит по стилю съемки или печати А некоторые таки держатся за все это Будто опасаясь, что их с кем-то спутают Так и твердят Я снимаю только на пленку Я снимаю только ЧБ Вот уж не видаль Большая удача Когда этот стиль совпадает с тем Что перед объективом Или даже этим порожден Таковы ранние фотографии знаменитого американского репортера Стэнли Грина Ушедшего из жизни в прошлом году Многократный обладатель премии World Press Photo Один из основателей фотоагентства Но он больше известен кадрами эпохальных событий Вроде падения Берлинской стены Или расстрела Белого дома А также пронзительными репортажами из горячих точек Войн в Ираке, Ливане, Сомали, Чечне, Сирии, на Украине Он много снимал в России Не боясь приблизиться ни к чеченским сепаратистам Ни к заключенным колоний Ни к ширяющимся наркоманам Понятно, что смелость фотографа Его способность пересечь границу Раствориться в ситуации Найти ее сложный Поэтически мрачный образ Все это наработано годами Но тем интереснее С чего он начинал В молодости В середине 70-х Грин был членом Черных Пантер Леворадикальной организации Буквально сражавшейся за права черного населения Тогда же в Сан-Франциско он стал своим И в тусовке рокеров и панков Новая музыка звучала в унисон политической повестке Требовавшей прекращения войны во Вьетнаме и равных прав Кадры, сделанные на концертах В гримерках музыкантов На фоне расписанных граффити стен На лестницах и в туалетах панк-клубов Все снято в диком, яростном темпе С близкого расстояния Не заботясь о четкости и композиции Подстат той атмосфере и той музыки Среди его героев Боб Дилан, Ник Кейф Метлика, The Mutants, Red Hot Chili Peppers И многие другие музыканты А также их друзья и подруги И эти фотографии, по сути, любительские Стали стилем Стэнли Грин вспоминал, что ему звонили герои съемок И просили снимки для публикаций в газетах Впрочем, бесстрашие подогревалось и наркотиками Позже фотограф лечился от зависимости Но, безусловно, этот опыт максимальной вовлеченности Чуткости к происходящему помог Грину В куда более экстремальных условиях Где он работал как военный репортер А вот серия затмения времени Бориса Регистера За которую в 2016 году он был удостоен Фотографической премии Альфреда Фрида Это, что называется, жанровая фотография В кадрах, снятых в Калининградской области Повседневность всякий раз пропущена через призму четко выверенной композиции Юные футболисты на фоне советского гипсового футболиста Истуканной с отвалившейся рукой Метафизика старых дворов Уходящий в море старый деревянный пир с детьми в бескозырках и сохнущими тельняшками Бригелевский зимний вид на деревню Где вместо охотников, лыжники Фоном большинства снимков выступает старая немецкая архитектура Точнее, ее руины И, пожалуй, только здесь можно зафиксировать это затмение времени Где немецкая, советская и современная российская тоже складываются в своего рода стиль